Привет, ребята, это Алена, вы на моём канале, вы на канале натуропатии и психологии. Сегодня говорим про первые признаки рака, соответственно, чтобы вы могли распознать и обратить внимание. Мне пишут многие девчонки и мальчишки, которые уже попали в какую-то историю нехорошую и, соответственно, просят поддержки. Я хочу записать видео, чтобы вы могли сами распознать некоторые моменты, которые могут указывать на это. Первые симптомы рака и других проблем у рака кишечника, кровь в калии, например, это может ещё указывать на геморрой, рак почки, рак мочевого пузыря, рак предстательной железы. Это кровь в моче, также это могут быть камни в почках, хронические, соответственно, распухшие гланды, вот здесь большие такие. Это может быть тоже признаки рака. Соответственно, главная профилактика это здоровый образ жизни. Что имею в виду? Об онкологии надо знать, что раковые клетки питаются сахаром и двумя аминокислотами. То есть, когда мы хотим покормить рак, мы должны дать в кровоток глютамин и глицин. Соответственно, при лечении рака сахар надо исключить, и эти две аминокислоты тоже осторожно добавлять. Можно употреблять все незаменимые аминокислоты, но стараться избегать глютамина и глицина. То есть, в какой-то момент немножко остыть. Другой момент уменьшить вредную еду, это очень важно, органические продукты и употреблять продукты против рака, которые я давала. Это ферментированные овощи, это крестоцветные, ну, в общем, все, что я писала в прошлых постах. И постараться совести как минимум канцерогены, вызывающие рак. Это радиация, избыточные рентгены, химикаты. Все это может вызывать рак. Соответственно, постарайтесь, ребята, продиагностировать себя заранее. Заранее. И потом уже дальше идти. Это я вам сказала. У меня вечером консультация по поводу уже удаленной девочки с кистами удаленной. И, соответственно, что хочу сказать. Когда есть такие уже вопросы удаленные, то уже как бы только психотерапия нужна. Но я всегда хочу сказать, что можно заранее это увидеть. Вот первые симптомы это кровь в кишечнике, например, геморрой, кровь в моче, камни в почках, хронически больное горло. Постоянно, знаете, такие люди ходят. И это не потому что, потому что уже имеют признаки рака. Короче, ребята, все непросто. Поставьте себе помочь. Я вас люблю. Пока.